Ну что, мужик готов, он ради трехсот рублей. По новым этим всем законам, наверное, так шаурму нельзя так в рот пинхать. Резать надо. Я с этим инагентом не согласен. Пусть он там в своей Африке и устанавливает порядки. Я просто живу в Европе. Там этих гномиков. Одни гномики. Что-то правда раздражение пошло. На попки. Вы что еще, сука, живые? How much? Привет. Здрасте. Будешь джонером? Ну, влог ради влога. 300 рублей. Не дорожу 300 рублей. Как и договаривались. Мы на сколько договорились? На 300. Ну, здесь вышло на 3 300. Все блюда по 300. Ты жену сколько не видел? Ну, сколько. За мне не хватает. Надо крест. Подожди, давай потренироваться. Ой. Ну, хватит, а. Что такое казино? Ребят, немногие знают, что казино, это не только положительное и отрицательное. А это положительное и положительное. Потому что, когда ты выигрываешь, ты получаешь позитивные эмоции, деньги. А когда ты проигрываешь, то ты получаешь возможность сдвинуться с мертвой точки. Вот человек застрял, застоялся, а бац, он проигрался в казино. Вот она возможность. Вот она. Двигайся дальше. Уходи в другую сторону. Эта судьба дает тебе шанс уйти в новое что-то в своей жизни. Так вот, ребят, чтобы выиграть или сдвинуться с мертвой точки, я вам хочу порекомендовать новый проект от казино Дэдди под названием Кент. Кто зарегистрируется по моей реферальной ссылке, ссылочка в моем телеграм-канале, а ссылка на мой телеграм-канал в описании и в закрепленном комментарии, тот получит 100 фриспинов по промокоду Рэдди и 200% на свой первый депозит. Депозиты можно делать картой любого банка, выводы, выигрыши мгновенные. Я там уже зареган, все проверил, ребят. Все работает просто чики-пуки. Переходите. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Играйте, выигрывайте, но не заигрывайтесь. Ребята, всем большой Кемеровский привет от Евгения Кемеровского, от Дмитрия Кемеровского и от Евгения Кемеровского. И от Евгения Кемеровского, который через некоторое время станет московским. Пойдем познакомим с нашей хорошей знакомой. Аэропорт новейший, шикарный аэропорт имени Алексея Леонова. Москва и сразу летит на Шереметьево. Сразу три самолета, смотрите, летит. Шутка, три самолета. Куда сам сядешь? Сменись, сменись. Куда сам сядешь? Куда меня посадишь? Сувениры регионов Кемерово. Алиса. Ой, я не расположена. Ключи Гин Шуфутинского. Ключи Гин Шуфутинского. Алиса, ключи Гин Шуфутинского. Сделай Ким Михаила Шуфутинского. Ты, Алиса, дай, дай хоть родненько. Может, мы больше к Кемерову никогда не приедем. А что случилось? Вы сувенир не купили. Сейчас купим. Давай, чего купить? Вот скажи, что купить, Элиса. Что хочешь? Что хочешь? Открытку. Или гномиков, в конце концов. Я просто живу в Европе, там этих гномиков. Одни гномики. Я не верю, что вам 43 года. Ну, правда? Мне 30, прям, я бы дала. Не, ну, правда, я думала, там 30, 30. Ой, хоть кто-то бы мне это додала. Нет, я на самом деле уже просто у нее этот лимит на эти... На кримш? На кримш. На пошлятину уже, это, перее. Вот скажи, что взять. Я вот на эту конфету смотрел. Сила шамана. Эту конфету я зарядил положительной энергией, молодостью, счастьем и радостью. Как тебе. С ума сошли, правда? Да. Михалыч меня уговорил, говорит, сними распаковку. Людям нравится, как я ем. Нет. Как ниточка слюны повисает здесь. Как у Спайдермона. Без пиздежащих в кусах. Смотри, ты как человек-паук, блядь, это паутина. Я такое чувствую, что в телетреке холоднее, чем на улице. Ага. Идем. С нами из гостиницы ехал. Ты такие, да? Я арбитр сегодняшний игрок. А, арбитр матча. Главный судья. Да? Блин, такой молодой. 22 года. Серьезно? Был главным судьей? 22 года главный арбитр матча. Для чего добился ты 43 года? С камерой бегаешь. Чтобы вы понимали, ребята, едем с матча. Узбас, Байкал Энерго играли в Кемену. Сюда летели с Ильясом Игоревичем. Мы, кстати, ребята, с Ильясом Игоревичем сегодня на самолете вместе летели. Да, да. Оба спали. И вот встретили главного арбитра матча. Здрасте, девушки. А подскажите, вопрос такой, можно бортпроводников снимать или нет, смотрите? Вопросим не снимать. Да? А в победе можно. Такую красоту прячете. Ну, короче, по-моему, схема. Входишь в последний самолете и идешь до конца. В острове. Посмотришься, если ты свободна. Садишься, видишь, идешь и спишь. Если нет, резон свободны. Просто возвращаешься на свое место и все. Схема-то рабочая. И между нами никого нет. Между нами города. Никалыч, расскажи ребятам, что мы летим в Москву-то. Короче, прилетаем в Москву в 7.15 утра. Ты понимаешь, что домой летишь? А мне там... Будь здоров. Будь здоров. А мне-то в Калининград дальше лететь. В Калининград у меня вылет в 15.00 через 8 часов. Будешь меня в Москве развлекать. Что у вас там можно в Москве делать в 8 часов? Есть. Знаешь, на что мужик готов ради 300 рублей. Пойдем по самым дешевым заведениям за 300 рублей. Ну а что? Ну, мужик, дорогой зайти за 300 рублей. Ребята, вот мы в Москве, аэропорт Шереметьево. Нас тут все с цветами, спасибо. Давай, знаешь, с чего начнем? С аэропорта. Ты говоришь, что можно купить за 300 рублей? В Глобус-Гурме-Экспресс в аэропорту. Черный экран нам не грозит? Сразу проходим. Сразу проходим. Яблоки нам не грозят. Минимальные 390 рублей. Ну вот, смотри, гречка. Космонавт. 139 рублей. Омлет. 59 рублей. Слушай, ну это нормальные цены. Нормально. А, так смотри, это рис. Курочка. 132 рубля. Так надо брать за 100 грамм. А-а-а. Они схитрили. Они схитрили. Они схитрили. Ага. Ага. Даже салат 300 рублей. Не укладывал салат 341. Кельмени. Опять же, за 100 грамм цены. Ну да. Ага. Вот хитрецы, а. Морковка. Опять же, 33 рубля за 100 грамм. Берем? Пусть ее зайцы едят. Я хочу быть зайцем. Казинаки? Да. 141 рубль? 161. Красота какая, как за границей. Конечно. Только зачем-то каток залили здесь. 4 минуты еще до отправления. Я говорю, что такое паника? Ну, все бегут. Что мужик готов на 300 рублей в Аэроэкспрессе? В Аэроэкспрессе за 550 рублей. Давай меняться. Я тебе морковку, вот и мне. Чуть-чуть казинаки поедем. Ну, знаете, что покорми. Приехали мы, ребята, на Белорусский вокзал. Идем мы в Тхебык. Вот она, Москва-то какая. Вот это огромная. А вот такое в Афи 2Б. Не, ну Москва, конечно, да. Не, Москва побольше Кемерово будет, да, Михайлович? Ну, чуть-чуть только. Михайлович, смотри, твоя тема. Шеф, дёнар, Истанбул. Бумагу не ешь. А то предоплатить придется. Смотри, как красиво готовишь. How much? How much? Ты что, эманутый? Чекин, курица. Ну да. А у меня вообще-то, представляешь, нету. Да? Привет. Здравствуйте. Будешь дёнер? Да. Дёнер будешь? Дёнер? А что такое? Наурма. А, давай. Пойдем. Пойдем. Почем. Здравствуйте. Почем дёнер у вас? 230. О, давайте вот этот за 230. Ты будешь? Буду. Угостишь? Он угостит. Он богатый. Депутат. Депутат? Да. Называется. Мэдисон просматривает Дона Симона. Испытывает стыд в онлайне, а я испытываю стыд в оффлайне. Большой лаваш. Это вот за 230 рублей, да, которая? Да, да. Ага. Так, чай, пожалуйста. А вы два почитали? Да. Ну ладно. Да, да. Спасибо. Возвращайся. Как зовут? Саша. Саша. Дмитрий, салфетки, пожалуйста. Чё? Интересное сочетание капусты мариновой. Чё, Саш, как? Довольно. Как структура, сочность? Нормальность, аппетитность, вкусность. Сейчас, знаешь, по новым этим всем законам, наверное, так шаурму нельзя так в рот сникать. Порезать надо. И банан ломать. Чё там, Михаилович? Чё случилось? Порезался? Ну, порезался. Шаурмой порезался. Это ты давно подписан? Да, давно. И сейчас стоял же хроник. Вот так вот, да, Михаилович? Приятно, приятно. Комментарии в последнее время. Вы чё ещё, сука, живые? А? Пересмотришь. Так ты не услышишь же. А ты уши почисти. Так а я-то чё постучишь, камеру же не услышать? Я говорю, там пишут. Вы чё ещё, сука, живые? Нет, ну это что значит? Что это значит, не новых подписчиков надо искать, а собирать старых? Или нам вообще ничего не надо? Где искать не нужно смысл, там не надо искать смысл. Вот здесь, смотри, салата нормально, не за 100 грамм. Вот за 300 рублей можно взять. Вот я чьё с манго хочу взять. Очень вкусный десерт. Рекомендую. Засушен этот. Кто? Кумыс? 300 рублей. Не дорожу 300 рублей. Как и договаривались. Чё за кино? Кумыс? Нет, ну а чё, я не нарушаю правила. И печенюшка 300 рублей. Это 300, это 300. Короче, ребята, называется так. Влог ради влога. На самом деле наступил тот момент, когда я уже начал раздражать Михалыча. Но вам пора расставаться. Да. Но Михалыч, продержись, продненький ещё. Буквально 3 часика. И всё, и мы расстанем. 2 часика. Ты сейчас снимай, пожалуйста. Ты можешь не указывать, что делать. Что-то правда, блядь, раздражение пошло. На попки. Ты нахуя мы сегодня силий, блядь, ногу положил, блядь? А? Такую ногу. А, ты не помнишь уже? Где? В самолёте? В электричке. Взял, пошутил, ногу положил. Я сел, блядь, он ногу положил. Нахуя ногу положил? Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Пошутил? Тебе на колено? Пошутил, ну. А тебе смешно было? Да. А мне не очень, блядь. Ой, блядь, пизду. Ну, давай, пошли куда-нибудь в этот заведение, где есть тепло, мясом кормят. Короче, чистенько в одном местечке есть. Я там посижу. От тебя доходу. Отдохну. Вот он, памятник 200-летия присоединения Грузии с Россией. Ты здесь был? За 7 лет? А я где живу? Короче, московский зоопарк, но вот мы шли вдоль него, он очень огромный. Я как представитель архитектурного сообщества, любителей старинных... Нет, я вообще против архитектурных доминантов. Ну, портится облик столицы. Стаканы вот эти? Стаканы, да, вот эти бочонки. Ну, красиво же. Вот есть трехэтажная, ну, максимум пятиэтажная застройка. Да еще как этот, скажи, как Варламов. Я с этим инагентом не согласен. Пусть он там в своей Африке и устанавливает порядки. Но здесь, тем более, дом правительства рядом. Вон он он! Ой, это что так? Вон он он! Вон он он! А то так. Ну, уже это, обезопасиваем себя. Да, потому что искусственный интеллект, они могут что угодно сюда пририсовать. Пойдем, шоколадницы. Пойдем. А то ты это, покакать мне сказал? Это как это, зачем ты передо мной зевнул? Мне тоже теперь зевнуть захотелось. Я чего хочу сказать, Михалыч? Мы в шоколаднице? Да. Я сделал что? Заказ. Ты нарушил правила нашего марафона? Нет. Почему? Мы на сколько договорились? На 300. На тройка? Ну, здесь вышло на 3 300. Чуть-чуть. На одну тройку больше. Лимончеллу делаю безалкогольную. Сок лимона. И доливаем воду с газом. Я же сегодня домой возвращаюсь. Ну? Надо перед... Ну, за сейдом потренироваться. Ой, ну хватит, а. Ну, человек может это перемотать, да? Или как-то убавить звук там сразу. А я просто голову отворачиваю. За победу. Да. Госбаза Байкал Энергия вчерашний мяч. Вот это чего? Вчера, ой, ребята, как мы переживали. Вы, конечно, уже выглядели этот выпуск. А может, ты не видел? Пусть перейдет назад. А, на Рэдис Шоу, да. Рэдис Шоу, это третий выпуск. Ну. Ну, как мы... Как? О, Артем Катаев! Вытащил? Давай, 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 поехали! Поехали! Ну, как играли-то, а? Как играли, как играли. За победу. Я заказал гранола с грецким орехом, с йогуртом и с бананом. Заведение 24 часа работает. Один мужской туалет и туда очередь. И то, не все попадают, я уже отказался от очереди. Своего лота! Да, я лучше чай попью здесь, как говорится, немножечко. Посижу еще в очереди и пойдем за бык. Михалыч мужик был, он такой... Да, знаете, не держит, не держит. Скажи, что он сказал, я надолго. Ну, да, он надолго, какие-то минут 20 сидел. Он сам предупредил об этом? Да, я, говорит, я надолго зашел, говорит, все, мне, говорит, ждите. Знаешь, что он сделал, когда вышел? Он здесь не поесть, он ложку вот так взял. Крабовый слава. Крабовый буфет. Что это? Я теперь понял, почему Женечка Лукашин уехал из Москвы в Петербург, как глядь. Потому что от нее крабом пахло. Ой, сколько там осталось, а? Когда уже самолет улетит-то, увезет этого героя дня? Смотрите, у меня паста. А не, у меня даже куда-то баланье замесло. А не паста. А у тебя какая-то вафля. Не вафля, а хлеб в клеточку. Нет, картофельная вафля называется. Ммм. Как-то воробушки по-весеннему уже поют. Ну, конечно. Только что, еще январь, а они уже по-весеннему поют. Вы что, по-весеннему распелись-то, воробушки? А это Сталинская высотка на Кудринской площади или бульваре? Станция метро Баррикадная. Слушай, так мне уже через час в аэропорт уезжать. Ну? А мы так до Тхебык так и не дошли. Ну да. Пойдем уж, дойдем. Осталось-то вон рукой подать. Ну? Рукой подать. Подать. Ну вот мы наконец-то дошли. Ага. Но я что предлагаю Михалычу? Как? Вон ресторан-коллектив. Не будем отрываться от коллектива. Оторвемся в этот раз. Оторвем? Да мы всегда отрываемся с тобой от коллектива. Нет. Вот. Пойдем в Тхебык. Где вход? Вот, смотри, кого-то встречают красной дорожкой. Фанат с белой дорожкой. А вот он. Ой. Как пахнет мясом. Очень вкусно пахнет мясом. А скажите, пожалуйста, у вас как в авиакомпании Победа или как в аэрофлоте? В каком-то сломаном. Борт проводников можно снимать или нет? Что, ребята? Здесь за 300 рублей можно купить значок, носки, пиво. Бейсболки уже по 1000. Все блюда по 300. Вот что ты меня сейчас тянул-то. Я про что тебе говорю. Как-то ел мясо, говядину, нарезанную мелкими такими кусочками. Рваную. Рваную, да. Мам, где чем-то есть, которые медленную вену сделают? А, давайте среднюю. Подожди, стой. Подожди, вот сейчас ты угадаешь прожарку. Давай, сделай. Вот это как называется? Это пиздец. Как это можно назвать? Из прожарок, из прожарок. А, из прожары? Точно не знаю. Ну, это медиум. А, медиум? Ну, конечно, это же медиум. А это вода руки мыть или пить? Мы же только поели в этой шоколаднице. Работа такая, понимаешь? Ну, ладно, это салат. Нет, ладно, я сейчас жалею о том, что я шаурму съел. Ты еще два стейка заказал. Томаты и моцарелла. Это я так ел каждый день в Риме. Возле фонтана Трэви. Ты знаешь, что фонтан Трэви в Риме собрал за 2023 год? Они собирают монеты в конце года. Я 25 миллионов сделал за год. Что это? Ой, дорада. Скерт? Да. А это из какой завчасти? Это из пашни. Например, если я причем, из вот этой завчасти. Из боков. Правда, что здесь мы можем слить максимум полтора часа? Если брони не будет и гостей не будет, вы можете еще подольше. А, вообще? Да. А вообще, по правилу. У нас полтора часа. Полтора часа или мы должны уходить в гости? Столк на вашем месте. И полтора часа. Все, понял. По центру. Ладно. Кровь посередине. Кровь на асфальте. Пацаны. Да. Бундахрук. Да? Ну-ка, а Нью-Йорк? А Нью-Йорк для видео короткого вертикального. Там мы проверим. Зе бык. Зе стейк. За 450 рублей. Везде бы. И в первую очередь в ледовом дворце Кузбасс. В столовке. Вот такие бы стейки начали подавать. Поселился бы там. А это я уже за 300 съел. Эльдорадо. Эльдорадо. Ты что ешь? Чеснок. Ты жену сколько не видел? Ну сколько? Давние не говорят. На сколько дней? Ну сколько? Мне кажется, уже недели две. Ну вот еще две недели. После чеснокана Ксей не подпустит. Я-то точно не буду. Сейчас не лучше с ног есть. Я-то уж точно сегодня хочу на свою слазить. Лайм. Раньше-то после текилы себе в рот заливал. А сейчас на рыбу лью. Всякую хуйню. А же мне уже, блин, стыдно нахуй за себя. Два стейка. Рыба Дорадо. Два салата. Причем что капреза и греческий. Две тысячи пятьдесят рублей. Прикиньте. На два косаря. Я просто как-то что-то у Вадика где-то было видео. Он с Комяковым взлетел туда ходил или с кем-то бык. Ну что-то он типа невкусный, что-то херняк типа. Ну что-то Вадик там короче за это вот. Ты меня извини, мораторий на Вадиках? Нет, я так и не понял почему, да. Здесь вообще нормально. Все, пойдем, я такси вызвал. Ну что, если заканчивать видео, то и должно быть такси за 300 рублей, Михалыч. Правильно? Вот. АМГ. Соль встряхнули. Вот и такси по 300 рублей в нашем выпуске будет. Ну да. А кстати тоже оно на три тысячи показывает до аэропорта. Шереметьево, да? Да-да-да. Тоже три тысячи. Тройка. Все, Михалыч, давай. Давай. Что такое тут? Ага. Так. А как там открыть? Давай, Михалыч, до новых встреч. Давай. Ребятам-то пока скажи. Стал мне интересен? Давай. Давай, пока. Все, ребят, всем пока. Я полетел в Калининград. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...